Мне нравятся, во-первых, красочные, сами картины, потом то, что они нестандартные такие. Ну, я люблю такую живопись, потому что от той немножко устала, и она, мне кажется, уже немножко устаревшая. А эта мне нравится. Это не новая, конечно, но хорошо. Красивые, очень хорошие краски. Я с удовольствием ее посмотрела. Эмоциональный посыл на 19 полотнах, написанный рукой Ивана Чернякевича, впечатляет. Лошади на шелке в богатых лилово-сизых тонах, красные маки на фоне нежно-зеленого поля, от которого веет тишина и покой. Наконец, штормовое море, переносящее зрителя в чарующий мир Айвазовского. Сюжетная и стилевая палитра вернисажа поражает разнообразием. По словам автора, большой интерес и поле для экспериментов представляет для него именно абстракционизм. Абстракция ближее, чем некий там реализм критический. Абстракция ближее, чем к критическому. Ну, потому что абстракция дает больше ширины погляду на житье, на все. И она больше свободная, понимаете. Абстракция этого погуля, выражение свободы человека. Только незалежный человек может абстракцию все дома тримать. А-ля прима или живопись по-сурому, написанная в один сеанс. Именно так называется техника, в которой работает мастер. Данный прием позволяет сохранить автору при наличии опыта максимальную свежесть и сочность светистых звучаний, большую непосредственность и остроту выражения. Судя по полотам Ивана Михайловича, ему удалось виртуозно владеть необычной манерой. И сегодня его вернисаж можно с уверенностью назвать наглядным пособием для начинающих художников. Здесь сегодня представлены работы, выполнены на шелке. Роспись очень интересная техника исполнения, редкая для художников нашего региона. Поэтому я думаю, что она будет интересна и специалистам, и просто простым обывателям и гостям нашего города. Ну и, конечно, молодежь, которая стремится и в будущем будет пробовать связать свою жизнь именно с творчеством, именно с художественным творчеством. Это еще одна возможность познакомиться с участниками многих международных выставок, многих международных проектов выставочных, в частности, индивидуальных выставок своих. Поэтому это еще один опыт и еще один пример, в каком направлении можно работать и в каком направлении можно себя творчески искать. Ценители оригинальной авторской живописи на полотне и шелке, поклонники творчества автора, а также просто любители искусства смогут насладиться вернисажем до 29 июля.